Впервые за 135 лет существования больницы мы стали ненужными почему-то. Теперь нас называют непрофильными активами. Общественными интересами, используя служебное положение, руководство ЦОС начало процесс продажи железнодорожных больниц. Мы не виробничьи подраздели, мы не виробляемо ничего, мы рятуем самые цены для человека этого життя. Дневники залезничного транспорта мають законное право користоваться своими медицинами. Незважаючи на реформи медицины, мы никогда не остановимся на шляху досягнення нового. Кто-то лебру, а мы работаем. Из основных наших заданий стоять и на варке здоровья для життя залезничных. Нас называют непрофильными активами. Мы мало зарабатываем. У каждого есть своя цель, которая ведет разные дороги. И человек, который зарабатывает миллионы, никогда не пойдет по нашей дороге. Он думает, что к нам приходят дяди с большими толстыми кошельками. Но к нам приходят обычные люди. И когда к тебе приходит на прием бабушка 80-ти лет, или мама ребенка с инвалидностью, о каких партных условиях может у тебя есть? Работать и зарабатывать – это разные вещи. Наша цель – это здоровье нашего. Регусь в свою лекарню!